Конечно, игнорировать тему протеста дальнобойщиков президент не мог. Дело в том, что до него, конечно, докатилась волна возмущения дальнобойщика, которые ожидали услышать что-нибудь о себе и о своих перспективах в ежегодном послании президента федерального собрания. Там вообще на этот счет не было ни слова. Это вызвало буквально шквал негодования со стороны дальнобойщиков. Очевидно, соответствующую службу донесли этот шквал до Кремля. Поэтому президент на этот счет высказался. Но что он сказал? Сначала он сказал, что я типа такой же как вы, я из рабочей семьи, я понимаю настроение работяг, так сказать, им нужно зарабатывать. То есть сделал небольшой реверанс в свою сторону, что я вас знаю, признаю и уважаю. С другой стороны, он фактически оправдал линию правительства. Да, необходимо вводить дополнительные траты, причем обоснование какое-то было крайне неубедительное, то есть если они пользуются инфраструктурой такой же, как воздушный транспорт речной и морской, они должны платить. Подождите, ребята, речники за использование реки не платят ничего. Морской транспорт за то, что они передвигаются по морю и океану тоже не платят. Воздушный транспорт люди не платят за то, что они летят по воздуху. Навигационный сбор это отдельная тема. Но за то, что вода и воздух существуют, они ничего не платят. То есть это совершенно принципиально иной тип налога. «Ладно, мы сделаем вам подачку», он сказал. Но он не сказал подачку, конечно. Он сказал, что мы тут кое-что пересмотрим, снимем транспортный налог. Но поразительная вещь заключается в том, что дальнобойщики — это не просто водилы, которые знают только четыре колеса, так сказать, и баранку руля. Они очень хорошо считают деньги. Каждый дальнобойщик — это фактически индивидуальный предприниматель. И они мгновенно, еще выступление президента не закончилось, они сразу посчитали о том, что снижение транспортного налога будет, условно говоря, четыре тысячи рублей в месяц. А налог на этот самый Платон, так называемый налог Ротенберг, будет означать 40 тысяч рублей, условно. То есть намного больше. Эти люди ничего практически не получают от отмены транспортного налога. И надо понимать, помимо всего прочего, о том, что завтра, через несколько месяцев этот налог увеличится в два раза. И поэтому люди еще продолжают сохранять, вот эти вот протестовать на стоянках в Химках и в Люберцах, потому что они понимают, что сейчас им изобразят ослабление петли, но завтра эта петля на них опять затянется. Поэтому я убежден о том, что президент своим посланием обращенного дальнобойщика отнюдь не снял эту проблему. Я думаю, что теперь дальнобойщики еще лучше начнут понимать, что надеяться на доброго царя, которого они, я хотел бы это особо подчеркнуть, до сих пор энергично поддерживали, больше им надеяться на него не приходится. Господин Путин отражает интересы тех олигархов, которые получают прибыль от налога Ротенберга. Он защищает их интересы, а не интересы этих самых работяг, которые до сих пор его верно поддерживают.